А у нас вновь есть новости. Молодежные, студенческие, интересные, все как обычно. С вами Вузблог, информатор о студенческой жизни региона. И сейчас не будем ждать с места прямо в информационный карьер. Открываем нашу программу дайджестом коротких новостей. СКФУ расширяет связи с зарубежными партнерами. Вуз посетила делегации из Швейцарии. В течение двух дней представители Института высшего образования ГЛИОНА знакомились с крупнейшим вузом Северокавказского федерального округа, его возможностями и достижениями. На рабочей встрече с руководством СКФУ и стратегическим партнером вуза, компанией «Курорты Северного Кавказа», стороны обсудили сферы сотрудничества. В частности, речь шла о совместных образовательных программах. В качестве приоритетного направления была названа подготовка специалистов для сферы туризма. После обсуждения совместных планов и предложений гости поделились впечатлениями от визита. Было очень приятно увидеть, что Северный Кавказ очень напоминает Швейцарию. Очень приятное впечатление оставило гостеприимство людей. И, конечно, очень интересные амбициозные планы, которые здесь развиваются. И тот азарт, ну, не скажем, страсть, который вкладывает, интересна та страсть, которую вкладывает люди в это дело в развитие такого направления. СКФУ продолжает помогать молодым матерям готовиться к ЕГЭ. Второй год реализуется государственная программа, в рамках которой молодым женщинам в возрасте до 23 лет без высшего образования предоставляется возможность бесплатно подготовиться к единому госэкзамену и поступлению в ВУЗы. На протяжении всего обучения им выплачивается стипендия в размере 2000 рублей. Для того, чтобы поступить к нам на курсы, нужно подготовить акет документов, написать заявление, предоставить документы, подтверждающие наличие детей, возраст, это значит паспорт. И, кроме того, данные мамы не должны обучаться в других ВУЗах. Кроме того, у нас могут обучаться мамы, которые имеют среднее специальное образование. В СКФУ только Северокавказский федеральный университет реализует этот важный социальный проект. В прошлом году его участницами стали 100 молодых мам со всего Ставрополя. Благодаря этому многие из них успешно поступили в СКФУ и другие ВУЗы края. Куда пойти, куда податься в свободное от учебы время. В СКФУ знают наверняка. Здесь, в режиме нон-стоп, ежегодно работают десятки арт-студий, где каждый старшекурсник и ВУЗ новобранец может найти себе дело по душе. Для этого проводится специальный смотр арт-предложений. Мы на нем уже побывали, предлагаем узнать теперь и вам. СКФУ ищет таланты. Повод для посещения презентации 16-ти студий университета себя оправдал. Вместо скучных речей коллективы устроили на сцене яркое шоу. Танцоры, певцы и музыканты, актеры и фокусники продемонстрировали все разнообразие творческих направлений и стилей, представленных в СКФУ. Многие коллективы ВУЗа уже давно хорошо известны и любимы далеко за пределами Ставропольского края и даже России. Сегодня студенты, первокурсники смогли воочию увидеть, почему коллективы СКФУ называются лучшими в регионе и в России. Сюрпризом для всех стало выступление студии иллюзионной драматургии. Это совершенно новое для Ставропольского края направление. Руководители студии показали на сцене невероятные чудеса. От появления неизвестно откуда различных предметов до чтения мыслей. А позже рассказали, чему будут учить начинающих фокусников. Есть манипуляции, трюки основанные на ловкость рук. Этому мы учим. Существуют трюки интерактивные, где ты в максимальном контакте с аудиторией. Мы учим этому. Мы ставим голос, мы занимаемся драматургией, ставим театральные номера. Существуют номера так называемые мнемотехнические. То есть номера экстрасенсорные, демонстрирующие какие-то способности, сверхспособности человека. Это мы тоже учим. Творческий год только стартовал. Впереди студентов ждет немало интересных мероприятий. И у каждого есть шанс стать их участником и подтвердить. СКФУ ищет и находит таланты. А мы вот еженедельно доказываем, что студенты крупнейшего вуза региона наполнены креативом. В подтверждении этого очередная подборка лучших студтвитов с хэштегом СКФУ. Причем в лидерах на этой неделе исключительно девушки. Начинаем. Итак, на первом месте вузпост объявление от студентки Валерии, которая в стенах университета, а точнее прямо на них, обнаружила вот такое предложение. Плохой день, возьми сову. Надеемся, помогает. А вот обладательницы студтвит серебра Алена и ее подруга в весьма колоритных одеяниях помогали накануне первокурсникам Института экономики и управления в рамках интереснейшего квеста. Мы уверены, было весело. Ну и на третьем месте подрастающая конкуренция. Студентка Виктория, видимо, примеряет на себя роль ведущей программы вузблог, ну или просто очень стильно хочет выглядеть. Ну что ж у нее это получается. Парни, присоединяйтесь, добавляйте в социальные сети посты с хэштегом СКФУ и ждите своей минуты славы. Я же на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, с вами был информатор студенческой жизни региона, программа Вузблог. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова